Всем добрый день, дорогие подписчики! Сегодня у нас рубрика «Книга Люба» и в сегодняшнем видео я бы хотела рассказать о последней книге, которую я прочитала. Книга называется «Атомные привычки» James Clear. Данная книга есть в русском переводе, поэтому если вы захотите ее прочитать, вы ее без труда сможете найти в русском варианте. Когда я читаю книги, то все книги, которые я прочитываю после прочтения той или иной книги, у меня как бы первая моя реакция после прочтения дверь и книг, она делится на два варианта. Первый вариант – это когда я прочитала книгу и думаю, ну да, ничего, в общем-то неплохая книга, не жалко потраченного времени, в общем-то неплохо, что я ее прочитала. И бывают книги, которые я читаю, то есть я прочитала книгу и думаю, вау, вау, какая классная книга, как здорово, как классно, что я ее прочитала. Так вот, эта книга «Атомные привычки» она относится ко второй категории книг, после которых я говорю вау, какая классная книга. В этой книге автор, кстати говоря, Джеймс Клир, мне кажется, он здесь где-то был, да, вот на последней странице, вот здесь такой молодой, молодой средних лет, молодой человек, улыбающийся, жизнерадостный. В этой книге он нам рассказывает о четырех принципах, как привыкнуть к хорошей привычке, то есть как приучить себя к хорошей привычке. Книга описывает, в общем-то, эти четыре принципа, он подробно довольно и доступно описывает каждый из принципов. Ну, в начале книги, да, перед тем, как начать описание вот этих принципов, которым нужно следовать, он говорит о том, что даже незначительное, небольшое изменение, которое мы совершаем каждый день, если вы будете менять каждый день что-то на один процент, то есть это будет незначительное, минимальное изменение, но в конечном итоге это приводит к восхитительным результатам. Это как бы у него идет такое описание небольшое в начале. И дальше идет описание четырех принципов. Четыре принципа, значит, это у него, я сейчас просто открою, чтобы ничего не забыть, значит, сделайте это очевидным, сделайте это привлекательным, сделайте это простым и сделайте это удовлетворительным. То есть, чтобы это доставляло удовольствие. Итак, четыре принципа, это очевидность, привлекательность, простота и удовлетворение. В общем-то, допустим, если мы берем любую привычку, ну, здесь он дает периодический пример с похудением, да, то есть, если вы хотите похудеть, то сделайте это простым, привлекательным, очевидным и удовлетворительным. То есть, основываясь на вот этих вот принципах, нужно стремиться к той или иной цели. Я не буду, конечно же, да, подробно объяснять все вот эти принципы, о них довольно просто, подробно описано в этой книге. Если вы захотите, вы можете прочитать. Но вы знаете, что я хотела бы также сказать, что, читая эту книгу, я удивилась, насколько вот эти принципы, они действительно такие, такие самые, которые он говорит, ну, как бы на своем примере. То есть, у меня есть несколько привычек, хороших привычек, которым я следую в течение моей жизни, и их не так много, поэтому, когда я читала книгу, я подумала, вау, а вот ведь вот эти привычки, которым я следую изо дня в день, на протяжении уже там нескольких лет, они ведь действительно основаны вот на этих принципах. Просто я сама, сама того не зная, следовала вот этим вот принципам, и это мне помогло привыкнуть к той или иной привычке. Также в этой книге, да, что еще, как мне кажется, важно упомянуть, это то, что автор говорит, что, допустим, если у вас есть цель какая-то, к которой вы идете, к которой вы хотели бы прийти, то это нужно воспринимать не, то есть, к ней нужно идти не как к цели, а вы должны поменять именно свою личность. То есть, достижение какой-либо цели, это не просто должно быть у вас в голове, да, что я хочу похудеть. Опять же, даю пример с похудением, потому что, мне кажется, он именно с похудением и дает пример. Допустим, у вас должно быть в голове, что вы хотите стать человеком, который хочет похудеть. То есть, я хочу стать человеком, который ведет здоровый образ жизни, который придерживается определенного питания, который посещает спортзал, который, не знаю, катается на велосипеде. То есть, это должна быть идентичность, ваша идентичность, а не просто цель, что вот я хочу похудеть. То есть, это должна стать частью вашей жизни, как бы вы должны сами стать таким, чтобы достигнуть той или иной цели. И еще также в конце он дает такая небольшая глава, которая посвящается окружению. Здесь для меня ничего особенно нового не было, потому что я, в общем-то, уже знаю, что окружение также играет немаловажную роль в достижении тех или иных целей, либо в привлечении тех или иных привычек. И также параллельно с принципами, то есть, те же самые принципы, которые позволяют нам привыкнуть к той или иной привычке, он же дает пример, как те же самые принципы, чтобы избавиться от плохих привычек. То есть, допустим, простота, да, вот там первый принцип, это, по-моему, простота, да. То есть, чтобы привыкнуть к привычке, нужно, чтобы она была простой, а чтобы от нее избавиться, сделать ее сложной. Там очевидность, следующий принцип. То есть, чтобы привыкнуть, это должно быть очевидным, чтобы избавиться, это должно стать неочевидным. То есть, да, вот такие дают параллели. Книга мне понравилась, и я совершенно не жалею, что я ее прочитала, и советую всем обязательно прочитать эту книгу. Также я обращаюсь к подписчикам, кто уже читал эту книгу. И если вдруг, по вашему мнению, я что-то забыла добавить, либо о чем-то забыла упомянуть, что является важным, вы можете, пожалуйста, дописать это в комментариях. Все, прощаюсь с вами. Как всегда, прошу вас, пишите в комментариях, что вы читаете в данный момент. Хорошего вам дня. Всем до следующих роликов, и всем пока-пока!